Я Воронцов Владимир Борисович Виртуальные технологии позволяют двойнику с базы электронного свяжения принимать всю гамму ощущений подопытного, вплоть до мыслей, эмоций и зрительных образов, и при помощи обратной связи воздействовать на рецепиента своими импульсами, в комбинации с импульсами, сформированные на кибермодели личности подопытного. Задача дистанционно переходить максимум жизненных функций с целью превращения в биоробота. Если резонансный сигнал генератора СВЧ модулирует речью, то подопытный слышит ее внутренним слухом, без участия барабанных перепонок. Этим пользуются операторы, дополнительные связи с жертвой руганью, вовременные комментариями к ее малейшим действиям с целью блокировки сознания и подавления воли. В этих текстах садисты обозначают себя как рейх и чека. Для наблюдения за реакциями организма импульсы модулируются, вызывая разнообразные необычные болевые ощущения. И это помимо беспрерывного тотального контроля, опережающей коррекции движений, мыслей, речей и эмоций и образов, внедряемых во время сна. Кроме того, неизвестен объем и характер неосознаваемых воздействий на подкорку мозга с сатанинскими целями, зомбирование, кодирование, плюс к изложенному многолетнее связание бессонницей с применением импульсов соответствующей частоты. Жизнь превращена в беспрерывную пытку. Применение биорезонансного принципа работы на частотах конкретного человека обеспечивает незаметность воздействия для окружающих и безнаказанных садистов. Происходящий со мной носит небывалый по цинизму и размером преступлений против личности, учитывая применение и достижение общеселовеческого прогресса и организованность для решения сатанинских задач технического управления людьми. Зимой 1992-1993 годов по дистанционно внедряемым болевым симптомам у меня были последовательно сделаны три внутриполосных операции. Поскольку болевые ощущения формируются в мозге и дистанционные внедрения с электронной схемы организма неотличимы от естественных. Непонятно, почему кибернетикам-кукловодам вздумывалось убивать подопытного кролика, подставляя под ножи хирургов. Это характеризует уголовную психологию секретных технорей из недр спецслужб, изобразивших себя элитой будущего. В нечеловеческих условиях беспрерывного тотального контроля и управления невозможны личные жизни и профессиональные деятельности. Этой ситуацией длится 18 лет. Сейчас уже 22 года. Экспериментаторство тайных кибернетиков несовместимо с интересами отдельной личности и человечества в целом и не может быть оправданно государственными интересами, так как является преступной социальной аномалией. Для оправдания этой нечеловеческой деятельности, пены на волне общечеловеческого прогресса, появляются идеи о трансформации мира в единое глобальное государство, управляемое технократами. А в сущности идет по инерции процесс самоутверждения ненужной инструментальной функции при помощи негодяев от науки и романтиков-масонов, уже являющихся придатками этой функции. Последовательное обращение жертв экспериментов во все служебные инстанции не дает результатов за недостаточность доказательной базы, хотя нарушается ряд отечественных и международных юридических актов. Государственные органы не реагируют на деятельность, носящую характер геноцида. Принятые в 2001 году дополнение к статье 6 федерального закона об оружии не работает, облучающие оборудование из оборота не изымаются. С сатанинским упорством силовые ведомства готовят инструментальные возможности для создания будущим поколениям параноидального лесной ленда вместо нормальной жизни. И обращаясь к жрецам тайного садистского клана кукловодов, превративших мою жизнь в неограниченную по времени пытку, с требованием немедленно прекратить беспрецедентное преступление, не имеющее аналогии в человеческой истории по организованности и цинизму. Я по специальности художник, закончил Стругловское училище и 25 лет работал в художественном фонде в качестве художника-оформителя. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну тут они скажут, что компьютер виноват. От экрана-то нет? От экрана нет. А здесь, где клавиатура, набираешь пальцы, как ибо. Да, то есть... А мышь? Нет. Мышь, нет. Импульсы, как ибо. Импульсы. Вот и долбят людей импульсами. Это падаль бы ее самую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!